Кандидат из МАТНУКС МАГУла Светлана Фанасьевна. Синтез суспензии оксида графена и их приложения. Сусперия графеновой нанотехнологии была открыта в 2011 году в Северо-Восточном федеральном университете в городе Якутске. Тематика нашей лаборатории была предложена новосибирскими учеными Виктором Яковлевичем Принцем, Антоновой Ириной Вениаминовной. Они же нам все помогали, интенсивно помогали за все время становления нашей лаборатории. И пользуясь случаем, я приношу им большую благодарность. А также благодарю Регину Альфредовну, которая давала нам посещенные консультации. Направление деятельности лаборатории — это создание исследования новых материалов на основе графена, — это разработка электронных приборов на основе графена и медицинская тематика. Вот тому назад мы открыли малоинновационное предприятие, и мы уже вышли на продажу своих изделий. Это оксид графеновой суспензии и терморасширенный графит, которые выращены именно нашими методами. Измерительные установки здесь представлены нам в лаборатории Интегроспектра. Это отечественный прибор, НТ, МДТ, наверное, знаете, как фирма Бекал Виктор Александрович. Это РАМАН с тремя лазерами и люминеценцией, ОСМ, СТМ, электрика, все в одной точке, установка работает хорошо, так что, в принципе, я его немножко рекламирую. Сканирующий электронный микроскоп, спустили два года тому назад. Это последняя разработка фирмы «Джиол» была тогда, до 18-го, с элементным анализом. Установка эффекта «Холла» стандартная, от комнаты до «Джиол». У нас имеется установка электрофизических измерений. Это зарядовая статистике глубоких уровней, на котором исследуются электронные свойства графена. Так, имеется у нас чистая комната, это класс чистоты 1000 чипсив кубический метр, а также там же имеется чистый бокс с классом чистоты 45, это 100 квадратных метров, где собраны установки по фотолитографии весь комплекс. Ну, тут представлены модули срождения газовой фазы, тоже фирма «НТМ» и «ДТ», которая автоматически позволяет создавать слоистые структуры из разных газов электрические плюнги. Тут плазмохимическое травление, которое применяется для очистки поверхности и для получения гарсмерных структур. Монитрованное напыление, она тоже фирма «Наша отечественная установка», она автоматизирована и позволяет в процессе роста измерять толщину напыляемого металла. У нас есть его молочевое травление, та печка у нас, значит, германская, на «Дэрстен», где мы растим герфен. И имеется, значит, ряд установок, вот совмещение и экспонирование у нас от американской и южнокорейской биоустановки. В нашей лаборатории разработан оригинальный метод получения оксидрофеновой суспензии. Это модифицированный метод Ханберса. Мы оформили новую хау. Значит, в правом углу нам в лаборатории Роснано померили толщину чешуи оксидографена. Нам дали сутки от 1,5 до 2 нанометра. Параллельно мы измеряли метод Домоцема толщину монолистика. У нас, значит, получил 1,5 нанометра. Здесь представлено распределение латеральных размеров, а также мы провели элементный анализ этих наших суспензий, пленок. Так, значит, на основе этих суспензий у нас сделаны тонкие оксидрофеновые пленки толщиной от 9 нанометров до 100 нанометров. И на них проводили оптические исследования, оптических свойств. Также нами получен свободно висящий оксидрофеновая пленка толщиной, значит, порядка в среднем 200 нанометров. Она совершенно прозрачная. А также нами получена оксидрофеновая бумага. Ну, тут приведен раманспектор и примеры, это самые виды измерений на электронном микроскопе. Здесь представлены данные исследования оптических свойств наших оксидрофеновых пленок. На первом графике показано поглощение, значит, видимой и ультрафиолетовой области. Здесь видно, что пленка толщиной 164 нанометра практически полностью поглощает ультрафиолет. Далее, значит, внизу мы провели исследование на лекарственном микроскопе. Естественно, там мы увидели наличие эпоксидных, эпоксидных и эмбонильных групп. В том углу мы сделали исследование люминесцентных характеристик наших пленок. И там, значит, есть, все согласуется с фитераторными данными. Есть вот там примесная люминесцентная, есть краевая. И сделаны, значит, это расчеты ширины запрещенной зоны оксидрофена на стекле восстановленного, суспензии и оксидрофеновой бумаги. Далее, значит, мы стали восстанавливать эти пленки. Для этого, значит, был сделан такой эксперимент, что снизу, значит, мы делали контакты, на него капали суспензии, потом сверху делали, после просыхания делали верхнюю. И получилось у нас, значит, на пленке толщиной 140 нанометров, слоевская структура, верхняя проводящая, нижняя диэлектрическая. И разница проводимости 4 порядка. Значит, восстановление, она, значит, поскольку это было восстановление парамегидрофена, она идет, вот верхняя картинка, такими точками, а внизу на снимок восстановленного оксидрофена, снятый на электронном микроскопе. Так, значит, далее мы начали восстанавливать его лазером. Для этого создали установку, наши ребята сделали самодельную установку для лазерной литографики, мы так называем. Значит, с помощью этой установки напечатана эмблема лаборатории. Желтая — это оксидрофена, а черная буква — это восстановленный оксидрофена. Далее мы стали печатать уже элементы для каких-нибудь приборных структур. Вот здесь, значит, мы напечатали элементы для создания центра влажности. Далее, значит, напечатали структуру, тендодатчик. Этот тендодатчик на самом деле работает. Она, значит, меняет свою проводимость в зависимости от угла сжимания. Где-то в 2-3 раза. Далее мы восстанавливали методом красным лазером, где видны перевод. Эти работы, в принципе, в литературе есть. Мы брали эти литературы, просто повторяли. Здесь предоставлены данные этого эксперимента. Восстановленный тут элементный анализ, где мы показываем, что кислород действительно уходит. И для демонстрации вот ребята сделали конденсатор. То есть из этих восстановленных дисков они, значит, сделали конденсатор, который держит 1 вольт. Перехожу к практическим приложениям оксида графена. Известно, что оксид графена, он обладает антибактериальными свойствами. Это свойство может быть применено для получения защитных покрытий, для элементов электронной техники, для защиты сенсоров, мониторов. Может быть использовано в медицине, для пищевой. И для демонстрации этих свойств мы делали такой простенький эксперимент. На оксид кремния капнули нашу хостиндию. Она просохла. Потом на него положили кишечные палочки и его измерили на электронном микроскопе через сутки. Также мы стафилококк положили и грибки. И, в общем-то, этим самым мы хотели показать, что действительно это работает. И, в общем-то, мы имеем более практические. Хотим внедрить вот эти наши данные, то есть наши изделия на качестве каких-нибудь изделий, которые пригодны для нашей жизни. Далее, значит, у нас ведется работа с московским заводом по разработке создания непроницаемого атомом водорода покрытий на автоволокнах. Эта задача была поставлена нам перед заводом. у них, значит, эти автоволокна применяются для буровых работ, нестигазовых скважинах, и они ломаются. Я тонкость не знаю, они ломаются для того, что туда проникает водород, и нам они обратили, чтобы мы создали такое покрытие. Вот первые графики, это мы просто окунали автоволокно, оно состоит акрилата, суспензии, действительно получали хорошее гладкое покрытие, бузо, раман, но на заводе, значит, делали установку, которая под давлением создает покрытие, и на заводе, значит, получилось более лучшее покрытие, и раман тоже получил у них лучше. Померили толщину этого покрытия, 160 нанометров. Вот, поскольку эти автоволокна применяются в буровых работах, мы его выдерживали в сутки бензине, но вот эти покрытия, они, конечно, не выдерживают, она вся вот эта пленка стала ломаться. Так, здесь, значит, в настоящее время разрабатывает этот центр влажности на основе установленного оксида гроссина. Мы просто купили в магазине центр влажности, вот он, это магазинный, выернули то, что вот, это китайский, и поставили с вами. Но он, в принципе, так же хорошо работает, но, ребята говорят, даже лучше. Поэтому мы решили, значит, у нас есть 3D-принтер, сами хотим корпусами, это все приборы, и уже планируем выйти на мелкосерийное производство. Такие же структуры оказывается еще емкость, не только водорезистивная, емкость тоже чувствует влажность. Вот мы тут демонстрируем. Ну, к слову сказать, год тому назад мы разработали, в нашей лаборатории уже заработан центр влажности на двуслойном графине. Мы подали на подсознание.